Сегодня в Нягоне отмечают юбилей Дом культуры Западный, учреждение в котором 45 лет тому назад появились первые ростки творческой жизни города. Единственный центр культуры и досуга организован руководством Нягонского леспромхоза. Концерты самодеятельных артистов собирали полный зал зрителей. Сюжет нашего корреспондента. Юрий Попов без тени лишней скромности рассказывает о технических возможностях Дома культуры. Звукооператоры, световики работают на самом современном оборудовании. Всеми приборами для оформления концертных номеров управляют с пульта. Тематические изображения подбираются на светодиодном экране. В конце 90-х, когда Юрий пришел работать в качестве технического директора, о таких возможностях даже не мечтали. Здесь ничего не было. Здесь было две колоночки советские, какой-то советский пультик. Проводили дискотеки, где там моргало пару лампочек каких-то и пару дюралайтовских ленточек. То есть первую новогоднюю сказку мы проводили здесь на белом свете, на дежурном. И у нас ничего не было. И вот две колоночки вот этих советских, советский пультик. И обыкновенный вот такой магнитофон. На новогодних представлениях Деда Мороза и других сказочных героев теперь играют профессиональные актеры. Сценарии пишут разные, покупают и шьют новые костюмы, меняют декорации. В современном зале почти на 300 зрительских мест проходят городские окружные конкурсы. Традиционным стал творческий фестиваль оптимистов среди людей с ограниченными возможностями в здоровье. Учреждением реализуется проект «Нягонь фестивальная», в рамках которого проводится несколько конкурсов. И в этом году у нас статус окружного получил конкурс военно-патриотической песни «Пусть всегда будет солнце». И в этом году, в марте, 14 числа, мы успели его провести. 15 марта прошел конкурс исполнительной эстрадной песни «Молодость Югры». Дом культуры Западной – первое учреждение, которое 45 лет открыло свои двери для жителей поселка Лесников. Руководство Леспромхоза по типовому проекту построило капитальное здание для досуга своих работников. Организацию культурно-массовых мероприятий взяли в свои руки самодеятельные артисты. Очень активно народ шел в Дом культуры, потому что там можно было себя найти и принимать участие в танцевальном коллективе. Театральные коллективы были созданы, цирковая даже студия была. Создавались агитбригады, которые выезжали с концертами на лесосечные бригады и давали концерты и в лесу. Дом культуры и микрорайон, в котором он расположен, имеют одно название – Западный. В Доме культуры трудятся 9 творческих ансамблей. Три из них носят почетное звание – народный самодеятельный. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести Югория, Нягань.